Добрый день всем моим зрителям и заглянувшим на мой канал. Сегодня я заканчиваю свой вышивальный январь. Заканчиваю работу, которая у меня была в процессе весь месяц. Я с ней перешла не только из 2015 года. Это работа мой долгострой. И я в итоге поняла, почему это стало моим долгостроем. Это работа от фирмы Новослобода. Называется Романтика. Второе название ее популярное в интернете это Бабочки. Размер готовой работы 20 на 58 сантиметров. Здесь написано так заявлено, но я не замеряла, как она есть, сколько получилась готовая вышивка. Я думаю, что примерно так и получилось, потому что вышивка происходит на дизайнерской конве. Сначала, когда я вернулась к этому процессу, я уже показывала. Сегодня я показываю готовую работу. Я уже рассказывала, что работа идет довольно сложная, несмотря на то, что она такая красивая, что дизайнерская конва, конечно, придает работе особый шарм и эффект. Вот и цвета красивые в вышивке. Но есть два момента. Значит, момент такой первый. Это я уже вам говорила, что светлыми нитками происходит вышивка по светлому тону дизайнерской конвы и нитками более темного цвета. Когда мы спускаемся в темный угол вышивки, нитки для вышивки становятся темнее и темнее. Самая жесть, извините, была вот в этом вот углу. Вот эту завитушку, вот этот столб, вот это все я вышивала целую неделю. Это было очень тяжело. Я не видела дырочек практически. Значит, на камере конва кажется немножко красноватая. На самом деле, она такая глубоко коричневого цвета. Все ниточки на ней совершенно, все стежки были незаметны. Было очень, тяжело вышивать. И я слышала отзывы девочек тоже, кто вышивал эту работу, что да, это как бы тяжелый момент в вышивке на этой тонированной конве. Вот. Значит, вышивка проходила, производилась ниточками Аврора, как заявляет производитель. Но что это за нитки Аврора? Я думаю, что это обычные бумажные нитки, не мулине. То есть, нитки выполнены другим способом, не таким, как делается мулине. Значит, сейчас я покажу, сниму телефон, покажу, как схватки и ниточки, сколько у меня их осталось. Вот. Ниточки вот таким образом намотала на бопинке. Мне так удобно было вышивать. И так всегда вышиваю. Вы знаете, кто там наследит. Вот такие вот цвета. Были красивые оттенки. Темные есть, светлые. очень красивые, желтые. Вот. Нитки красивые, конечно, местами и в сочетании их, конечно, красиво получается и на работе тоже. Вот столько не так много, столько их осталось. Я даже не знаю, смотрю на них, что с ними делать. Скорее всего, я пущу их на наметку при швейных работах. Другого как бы нет, потому что нитки нарезаны очень длинные. Написано, значит, не метр, а девяносто четыре. Ну, как Дименшн срежет девяносто четыре сантиметра с хвостиком девяносто четыре десятых, кажется. Вот. Так что нитки очень длинные. Но в конце работы еще, значит, было такое... Вышивать, конечно, в общем-то, неплохо, но не так уж и не ложатся, конечно, как мулине, но на мелкой конве шестнадцатой, которая в наборе, на ней довольно нормально вышивается. Вот. Ну, в конце то ли зима наступила, и у меня стали руки цепляться. Ну, в общем, последние уже в самом конце ниточки у меня сильно-сильно путались, что меня, в общем-то, уже напрягало настолько, что... Последнее я вышивала вот этой бобинкой. Посмотрите, как я намотала оставшуюся нитку. Уже не глядя, как поперек бобинки. Вот. Ну, сейчас я все это буду разбирать, сложу, и думаю, что постепенно эти ниточки уйдут на наметку. То, что сделано руками человека, надо беречь, и, конечно, у нее рука не поднимется выкинуть. Вот. Показываю вам поближе. Видите, крестики, в общем-то, где темные, они более-менее ложились. Это уже бабочка, которая вышивала в самом конце, самая нижняя, самая большая бабочка. Вот. А светлые крестики, конечно, местами пляшут и гуляют. Ну, цвета красивые, сочетание у кого красивые. И бабочки эти в итоге смотрятся, в общем-то, довольно неплохо. Вот. Значит, что еще рассказать об этом наборе? Что схема была на восьми, по-моему, листах. Листы были А4. Я их склеивала в одно большое полотно, зачеркивала прямо по схеме. Схема была цветосимвольная, но она была не по цветам, а как в Dimensions использовались еще синие и красные цвета. И в сочетании было очень удобно пользоваться схемой. Схема неплохая. Значит, единственное, что на бабочках немножко она мешана тут. Вот. Но тоже как бы дорожками и узорами какими-то определенными можно было вышивать. Было нормально. Вот. Ключ на каждом листе был отдельный. Вот такой ключ. Я отрезала от листа, прикрепляла потом свою планшетку, на которой у меня висит схема. Ну, вот на этом я могу считать законченным свой вышивальный 2015 год. Я закончила последнюю работу, которая была, которая шилась в этом году. В 2015 и в 2016, вы знаете, я приступаю к двум новым проектам, начиная год с двух новых проектов. Это «Цветочные фантазии» и «50 оценков темного». У меня в работу вступают два новых дизайна. Ссылочки я оставлю. А сейчас я хочу сделать обзор на наборчик, который я получила в качестве приза за второе место в конкурсе на форуме «Вышивалочка». Я оставлю ссылку на свое видео. Там есть все данные, где этот форум находится, как этот конкурс проходил, где я вышивала бисером свои клубника со сливками. Работа называлась «Черевные мыки». И я получила в подарок набор тоже от «Новой слободы». Вот сейчас я сделаю обзор на этот набор. В самом начале конкурса были объявлены призы, что за второе место будет в качестве приза набор от «Новой слободы» любителей пива. Мне так понравилась эта картинка, я была очень рада. Но когда конкурс закончился и пришло время выставить не набор, администратор форума написала мне, что набора этого наличия нет у фирмы. Не знаю, почему-то ли вы перестали выпускать, но почему-то заявляли в конкурсе. И мне было предложено выбрать из нескольких наборов тот, который я хочу. Но, опять же, из тех, что я хотела, ничего не оказалось. И мне прислали то, что прислали, то, что я не просила, не заказывала. Но, в общем-то, вы это прислали. Значит, это набор называется в Праге. Он тоже идет на дизайнерской конве, вышивается такой код, но, в принципе, он мне нравится. Дизайн такой необычный, хотя я животных не вышиваю. Но дизайн мне, в общем-то, нравится. Не знаю, насколько он будет сложный в смысле вышивки. Я уже пыталась анализировать, как нитки будут смотреться на этой конве. Значит, что я посмотрела, что мне понравилось, что этот набор размером 23 на 59 сантиметров. То есть это практически в тех же размерах, что и бабочки. И вот я себе подумываю, думаю, вышит ли этот набор тоже и не оформить ли их рядышком. Они, в общем-то, цвета перекликаются. Этот более розовый, но все равно код вот таких коричнево-оранжевых тонах. И вот этот вот, вышиваются вот эти бревнышки. Вот эти, по которым он идет. Это крыша, видимо, черепичная, не бревнышки, крыша черепичная. Вот. Они-то в таких примерно тонах, как бабочки. Ну, немножко разница есть. Значит, что входит в этот набор. Здесь вот есть такой вкладыш. Конечно, я его уже открыла, изучала. Значит, здесь вот такой вкладыш. Здесь написано, что сюда входит ткань с рисунком. Размер ткани 34 на 70. То есть она больше. Ключ отдельно. Иголка. Иголка где-то 25-го, наверное, каунта. Органайзер с нитками. Очень мне нравятся органайзеры от Новой Слободы. На них есть такая линейка для разметки разных каунтов канвы. Дальше. Вот здесь схема находится формата А2. И таких листов три. Очень большая схема. И инструкция. Значит, вот теперь посмотрим уже непосредственно, что там есть. Ну, схема на трех листах. Вот видите, огромные такие листы. И очень большая, понятная схема. Огромная такая схема. Наоборот. Вот это ноги кота. Вот такая схемища. Крыша домика. Значит, что здесь вышивается. Вышивается сам кот. Вот этот вот домик в углу. И вот эта вот крыша, по которой он идет. И вот этот башмачок, который висит на проводах, я так понимаю. Значит, вот дизайнерская канва. Вот тут иголочка в углу. Вот иголочка 25-го размера. Дизайнерская канва. Вот такая. Она, конечно, сильно розовая. Но главное, что тут нет темного такого цвета. Я думаю, что это будет удобно вышиваться. Вот. Вот это мне в этом наборе нравится. Может быть, конечно, я его и выше не знаю в планах на этот год его поставить или... Ну, посмотрим. Не буду зарекаться. Дальше. Вот эта вот инструкция на нескольких языках с картинками. Значит, как выполняются швы, как стирать, как ухаживать, как закреплять нитку. Ну, все, короче, данные. Значит, ниточки вот так упакованы. Этот пакет я не открывала, пока не собираюсь его вышивать. Поэтому пока открывать не буду. Ниточки и ключ. Значит, нитки расположены на палетке. Видите, палетка там с линеечкой для разметки. Они висят. Но я, скорее всего, не буду опять этим пользоваться. Я их перемотаю. Значит, нитки такие же, как в наборе с бабочками Аврора. Как они и называются? Ниточки Аврора 120. Вот в этой вот картинке, которая надевается сверху. Здесь обложка у них универсальная, у Новой Слободы. Вот такая. У Новой Слободы. Значит, но отдельно на эту обложку надевается, вот когда закрывается набор. То есть, вот так вот выглядит упаковка. Набор для вышивания и то, что в наборе. Вот. Но это само является как бы рекламным буклетом. Значит, вот здесь разные виды наборов. Здесь это калина, которая вышивается ниточками Анкор. Значит, вот такой вот набор с котиками Сладкие Грёзы. Тоже ниточками Аврора 120 сшивается. И вот, значит, на дизайнерской конве для вышивки бисером вот такой набор Орхидея. Ну, вот у меня, значит, вот такой вот котик. Вот. Ну, так что, не знаю, пока только закончила с бабочками, мне не очень хочется возиться с этими ниточками Аврора, хотя они вроде бы и ничего. Ну, цвета красивые, конечно. Здесь и сиреневые мои любимые, и яркие оранжевые. Вот. Так что, может быть, и решусь на эту работу. Вот. Хотела вам сделать обзор на этот набор, потому что они, как бы, наверное, пойдут в пару. То есть, пока я оформлять бабочки не буду. Вот. Единственное, что я сейчас буду с ними делать, это я буду стирать разметку, которая у меня на конве. Я помню, что все были в ужасе, что я снова разметила конву. Но у меня разметка была и сверху. Видите? От времени разметка сама ушла. Вот. Ну, как бы, дать разметке уйти самой. Посмотрю. Сейчас намочу кусочек конвы. Краешек. Посмотрю, как это будет. Ну, если, как бы, все будет удачно или неудачно, в конце видео покажу вам, что у меня получилось. Ну, вот. Работа постирана. Поглажена. Ну, собственно, она не отглажена. Она будет еще лежать. Поэтому я ее просто, как бы, немножко просушила. Кстати, когда я работаю, я ее не стирала. Я просто ее положила в холодную воду. Она полежала ровно то время, пока я готовила утюг. И заворачивала, значит, ее потом в полотенце. После того, как я вынула ее из полотенца, практически была сухая ткань. Нитки были немножко влажные, а ткань совершенно сухая. То есть я делаю вывод, что ткань или с добавлением синтетики, или вискозная какая-то, которая не впитывает влагу. Вот. Ну, вот разметки, видите, не яркой разметки, которая была на последних сантиметрах вышивки, и не той разметки, которая была давно на светлом, на светлой части. Разметки не осталось. Работу сильно не отглаживала. Я уже сказала, почему. Потому что оформлять ее не планирую. Сейчас она высохнет до конца. Я ее намотаю на трубочку и положу на хранение. Вот. Ну, вот такая получилась работа. Вся вышивка в кадр не входит. Поэтому показываю ее так постепенно. Вот до самого верха. И вот верхняя бабочка. И там, где крепится фонарик. Вот. Такая работа у меня вышилась. В общем-то, я довольна, что я ее закончила. Это мой долгострой. Он вышивался, наверное, 4-5 лет назад я ее начала. И закончила вот только в этом году, в начале года. Вот. Ну, спасибо всем, кто посмотрел, кто наблюдал за этой вышивкой, кто писал мне советы, кто волновался по поводу разметки. Спасибо всем, девочки. Всем хорошего настроения. И до свидания.